Этот день они приближали как могли. Участники Великой Отечественной войны 4 года сражались за то, чтобы у нас было мирное небо над головой. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Марьяна Мирная. В преддверии Дня Победы говорим о том, как Самара будет праздновать этот Великий День Победы. В гостях у меня сегодня Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики, и Марина Бажанова, начальник отдела дополнительного образования, управления воспитательной работой и дополнительного образования Департамента образования Администрации городского округа Самары. Все правильно? Здравствуйте еще раз. Очень приятно всегда в преддверии Дня Победы говорить о том, чем Самара живет, кто участвует в этих мероприятиях, для кого они. Вот этот большой праздник уже, хотя война не совсем праздничная была все эти 4 года, но тем не менее сейчас мы чествуем людей, которые воевали, тех, кто в тылу, и в общем всех-всех-всех, кто имеет отношения. Что первые, какие шаги у нас в этом направлении делаются, с какого дня, каким образом самарцы могут уже прикоснуться к этому замечательному дню. Марина Анатольевна, может быть вы немного расскажете сейчас о том, как работа проводится в системе образования, как в нее включены в школьники, и не только в школьники. А потом я уже расскажу, наверное, о более крупных мероприятиях, которые будут проходить на территории города. Конечно, Марина Анатольевна, не только же перед днем Победы какие-то встречи с ветеранами происходят. Вот да, я как раз хотела сказать, что к этому мероприятию ребята и все педагоги, и весь город начинает готовиться уже давно. Еще в апреле прошла акция «Письмо Победы». Ребята могли написать письма в далекое прошлое, адресовав их тем своим родственникам, которые воевали на войне, которые не вернулись. Они могли высказать им свои какие-то чувства, пожелания. И те, кто в этой акции приняли участие, станут участниками Парада Победы. Вместе с тем также готовились сочинения. Ребята писали сочинения на тему Великой Отечественной войны, о своих родственниках вели поисковую работу. И с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, также вот в этой группе ребята пойдут по площади Куйбышева во время Парада Победы. Это «Бессмертный полк» вы имеете в виду? Ну, это «Детский бессмертный полк», также с героями портретов людей, которые воевали во время Великой Отечественной войны и прославили и наш город, и нашу область, и носили высокие звания героев, и Советского Союза в том числе. Пойдет также еще одна, такие, так скажем, вот три группы у нас будет такого «Детского бессмертного полка», и 9 мая они будут на площади. Вместе с тем в городе спланированы еще различные праздники, массовые такие акции. Вот, например, 6 мая в каждом районе города пройдет «Вальс Победы». Это мероприятие уже стало традиционным, да, и проводится оно уже не первый год, и очень полюбилось не только ребятам, которые его организуют, но и также жителям нашего города. Вот хочу, кстати, к этому немножко. «Вальс Победы» в прошлые годы всегда, на самом деле, ну не то что популярностью, он каким-то ажиотажем, по-моему, пользуется, потому что всегда можно встретить и ветеранов в том числе, и людей, ну пожилого возраста, не совсем, наверное, ветеранов, они несколько моложе, но они совершенно, вот шедевр, на мой взгляд, есть такая женщина, которая в безумно каком-то красивом платье, в наряде, с макияжем, с прической, они вот со своим супругом всегда посещают и танцуют, по-моему, лучше и оживленнее, чем все молодые. Вот это такая отдача, она от людей пожилого возраста, во всем ли она чувствуется? Всегда ли вот именно они в первую очередь идут на вот контакты, приходят, посещают все вот эти события? Конечно же, конечно же, и ветераны, и люди пожилого возраста участвуют в этих мероприятиях, а самое главное, что ведь мы танцуем вальс победы, то есть танцы тех лет, ребята же их разучивают, они не вот встали, станцевали, и им это интересно. Ну, конечно, как любым детям, им нравится одеваться вот... В традициях сороковых годов, послевоенных годов. Разучивать те песни и проводить, ну, различные вот акции, которые посвящены ветеранам. Для них концерты показывать. У нас проводится и солдатская каша вот во время этих мероприятий. Активно участвуют все администрации районов, все школы районов. Вот. И в этом году такое же мероприятие вот 6 мая пройдет. Люди склонны же объединяться, да, в каких-то проявлениях таких, то есть вот у нас есть клич, там, День Победы, 9 мая, и люди как-то подтягиваются, да, то есть там, допустим, администрация или Департамент культуры, Департамент образования предлагает вброс какой-то, делает информацией, да, а давайте соберемся и сделаем вот это. И самарцы, у нас же очень люди такие откликающиеся, да, на все такие затеяния. Вы знаете, даже, Марьяна, сейчас и призыва никакого не надо. Это не только самарцы, это вся страна и люди, которые живут далеко за пределами нашей страны, но связаны родственными узами. Во всем мире отмечается этот праздник. Поэтому, когда что-либо ты проводишь, вот уже даже и не задумываешься, надо это или нет, ты сразу уже понимаешь, что это однозначно, даже будет пользоваться, ну, и вниманием людей, вот Марина говорила, конечно, и люди среднего возраста, конечно, подходят, поэтому что на Вальсе Победы, что на других либо каких площадках, которые работают из года в год, их, кстати, становится все больше, больше и больше, это нужно отметить, что и характер, и содержание разного рода событий, они обретают, ну, очень серьезный достаточно смысл. Ведь наша совместная работа с моей коллегой, с огромным количеством людей, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения, она носит, ну, такой характер наполнения. Что-то мы забываем, действительно, людей, которые помнят войну, становится меньше. Но рассказать, рассказать правильно, рассказать на понятном доступном языке, не примитивном, не передернутом и не пересказанным, понимаете, ну, другим каким-то языком, а правильным языком, через искусство, через слово. Марина уже говорила, что эти мероприятия, которые, ну, они не имеют, вы знаете, только ко Дню Победы, они имеют очень во времени достаточно широкий масштаб, ведь каждый из нас рассказывает о многом. Я о своей семье, дочь моя, о своей бабушке и то, что я помню, понимаете, как. Для нее, например, самого юного возраста, первый раз мы с ней были на параде, когда ей было 6 лет, она практически каждый год бывает со мной на параде и по сей день. Это для нас событие, она еще у меня рождена практически накануне Победы 8 мая, об этом всегда бывают достойные события, вы сказали, да, вот, помню ее слова совершенно чудные, когда ее спросил корреспондент ГТРК, 6 лет ей тогда было, девочка, что для тебя это за праздник? Она откуда-то, откуда-то, 6-летний ребенок отвечает, это праздник со слезами на глазах. Во многом и для нас это праздник такой, когда ты видишь, сколько ребят вовлечены в эту работу, и насколько искренне каждый из них пропускает в себя историю своего близкого человека, историю своей страны, гордость за тех, кто рядом с нами и за нашу большую страну, потому что вот одно из ярких событий этого года, которое подготовлено правительством Самарской области, это мероприятие, которое пройдет 8 мая. Помимо возложения цветов, которые произойдет традиционно в первой половине дня, вечером еще на площади славы пройдет крупная акция, она беспрецедентна по своему смыслу, по своему содержанию, потому что 216 901 фамилии будут показаны на здании правительства Самарской области. Это земляки наши, это самарцы, которые ушли на войну в годы Великой Отечественной. Поэтому побыть там, поприсутствовать, увидеть имена этих людей, мне кажется, для нас это большая честь, и это очень важное событие. Ребята принимают участие в акции «Постомер-1», причем она в этот раз немножко проходит по времени, по-другому, то есть у нее и продолжительность достаточно будет большая. 4 и 7 мая, вот уже с 4 по 7 мая на площади славы идет торжественное возложение цветов к рельефу скорбящей матери, к вечному огню. Это тоже не так давно заложенная традиция в Самаре. Трудовые коллективы, учащихся и средних учебных заведений, высших учебных заведений, все имеют возможность почтить память павших. Конечно, ключевое событие – это парад 9 мая. Парад и репетиция парада, потому что всегда тоже вот те, кто понимают, что на 9 мая, на сам День Победы не смогут попасть, всегда приходят на репетицию, потому что это всегда интересно. 7 мая в 19.00 репетиция парада, и 7 мая она в 10 часов репетиция парада проходит. Даже можно прийти, да, насколько я понимаю? Да, можно посмотреть репетиции. Безусловно, нужно обращать внимание на меры безопасности, которые принимаются при прохождении военной техники. Поэтому 9 мая мы увидим парады военной техники. Будет и прямое включение с Красной площади, и выступление президента Российской Федерации, и выступление губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Это то, о чем уже говорила Марина. Это и прохождение военно-исторической части, и бессмертный полк. Здесь тоже есть определенное время, должно быть понимание со стороны жителей города, что колонна будет формироваться с 9 часов, и примерно ориентировочное начало прохождения колонны бессмертный полк в 11.45. В вашем телеканале есть информация, где можно и будет оказана помощь всем жителям в изготовлении фотографий, с которыми они могут прийти к этой акции. Конечно, надо обратить внимание и на время сбора колонны. Это почти два часа, потому что нужно учитывать, как дети пойдут, люди зрелого возраста. Выставка военной техники, солдатская каша. И вечером 9 мая в 20 часов начнется праздничный концерт на площади Куйбышева. В 22.30 праздничный фейерверк, совмещенный с артиллерийским салютом. Соответственно, все мероприятия, к которым мы уже привыкли, которые являются для нас естественными, уже просто естественными, 9 мая будет насыщенно. И для жителей Куйбышевского и Красноглинских районов, отдельно учитывая их отдаленность от центральной площади города, тоже будут установлены экраны на стадионе «Энергия» в Красноглинском районе, и у ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе, где также мы сможем увидеть трансляцию парада, о которой я уже рассказывала, посмотреть концертную программу, отведать солдатские каши. И также для жителей этих двух районов будет праздничный фейерверк. Так быстро пробежалась, Татьяна Викторовна, по всем пунктам этого дня. Мне хочется поподробнее, допустим, про «Бессмертный полк», что хочется рассказать, буквально недавно тоже, «История из жизни». У меня бабушка под Украиной живет, это и Россия считается, но вот 60 километров от Украины. И прислала она, а папа в том году мой делился с ней тем, что вот как у нас «Бессмертный полк» прошел, все как было, это здорово, какое единение людей. И моя бабушка прислала вот буквально на прошлой неделе в письме фотографию моей, получается, прабабушки, которую я никогда не видела, она там в такой пилотке, то есть она вот тоже была военной, и говорит, если получится, если успеете, вот тоже с большим пожеланием. То есть вы представляете, на какое количество тысяч километров распространилась вот эта история с «Бессмертным полком»? И кому вообще идея такая пришла? Как мы до этого додумались, что нужно такое вообще сделать? И с года в год, я так думаю, теперь это будет проходить у нас? Это было, по-моему, два года назад, если не ошибаюсь, впервые у нас прошел «Бессмертный полк». Сначала у нас была акция, когда мы шли, у нас ребята юношества, они шли у нас с фотографиями героев, да? И наиболее масштабно, конечно, «Бессмертный полк» проводился в прошлом году, в год 70-летия Великой Победы, вот, и уже приобрел, конечно, масштабы такой вот акции, ну, всероссийского характера. Хочу дополнить, вот, Татьяну Викторовну, «Детский полк», это вот о котором я как раз говорила, и в этом году пойдет тоже. И вы знаете, много ребят, желающих есть пойти там. И поэтому они, как бы, встают вот по обеим сторонам этой улицы с лозунгами, с транспарантами, и просто провожают их, празднично машут. То есть они чувствуют себя сопричастными вот к этому, несмотря на то, что это выходной день, вот о высоком патриотизме Татьяна Викторовна тоже говорила, вот все ребята, все педагоги приходят, и это их вот пожелания, это их личное участие, это их личное отношение. И когда детский полк проходит уже вот туда, на площадь, все, так скажем, провожающие его, идут на площадь славы и возлагают вот там к вечному огню цветы. И еще одно добавление. Наверное, центральной площади, которая вот касается Победы, вот таким вот мемориальным местом является площадь славы, вечный огонь, и 8-го числа с утра это будет новое такое вот событие, в котором участвуют кадеты, кадетских школ. Школ, где есть кадетские классы, будут они произносить клятву патриотов. Это впервые будет происходить, да? Это впервые будет происходить. И, значит, ребята подготовили эту клятву. Эта клятва проходила вот во всех школах до этого и будет еще проходить. Вот, но именно 8-го мая на площади славы у вечного огня соберутся, так скажем, вот лучшие представители, которые будут произносить эту клятву. Клятву на верность Родине, на верность своей стране, своему городу. Она имеет корни, эта клятва у какого-то готового документа, может быть, или это вновь сочиненное какое-то произведение? Это у нас, знаете, в городе есть и волонтерские отряды, и школьный, городской школьный парламент. И вот, конечно, ребята сами сочинили этот текст, его, так скажем, размножили. Ну и, конечно же, это вот дети, так скажем, со своей инициативой такой, да, выступили. Их идея. Ну и еще прекрасное будет событие 7-го мая, опять же говорю, несмотря на выходной день, горожан можно пригласить и на замечательные события в Струковский парк, где соберутся патриотические клубы города, их 20, где они покажут свою работу, свое мастерство в определенной степени, владение отдельными элементами оружия, да, маленько, если я не ошибаюсь. Вот, хорошая концертная программа. Она очень интересна и познавательна, потому что вот в прошлом году, когда мы посмотрели, сколько у нас школьных музеев, в которых увековечены имена выпускников школ, которые прошли Великую Отечественную войну, и не только Великую Отечественную войну, ребят, которые воевали и в горячих точках, которые проходили службу и в иные периоды. Вот здесь, если я не ошибаюсь, порядка 100, да, музеев? Попорядка 100 музеев у нас сейчас в образовательных учреждениях. Вот. И еще бы хотелось сказать, что с 5 по 8 мая включительно, сейчас эти цифры запоминала для себя, у 184 памятников и 297 мемориальных досок. В эти дни во всех районах города пройдут мероприятия, проходят мероприятия, связанные с возложением цветов. Потому что там увековечены имена людей, которые были связаны с Куйбышевым. В каждом районе проходят эти мероприятия, с участием ветеранов, общественных, жителей. Мероприятия абсолютно открыты. Когда проходит, можно узнать эту информацию в администрации районов, на сайте администрации, в Самарской газете. Достаточно широко эта информация распространяется. Это такой очень важный момент. Момент единения и памяти в том, что иногда именно на этих мероприятиях ты слышишь удивительные факты истории. Когда мы в прошлом году открывали Триумфальную арку, 7 мая это проходило событие, мы вспомнили целую эпоху нашего города, Куйбышево-запасной столицы, и мы видели, сколь искренне реагировали люди, которые присутствовали в этом импровизированном зале, когда мы рассказали историю Безымянки, которую мы знаем, может быть, как-то фрагментарно. Но то, в каких условиях люди создавали заново заводы, как они отстаивали победу, конечно, не все это бывает всегда для нас. И понятно, вот для меня многие факты были, просто вот это невероятное, какое нужно было иметь усилие воли, что двигало людьми внутри для того, чтобы в кратчайшие сроки начать производить необходимое вооружение на защиту нашей Родины. Поэтому это все очень важно и все нужно для нашего подрастающего поколения. И во всех районах города, и 7-го, и 8-го, и 9-го, во всех парках города пройдут мероприятия, посвященные Великой Победе. Конечно, они больше озарены счастьем, улыбками на лице, конечно, и вспоминаются разные, но тем не менее больше они носят уже торжественный характер. Характер именно, когда мы ознаменуем победу. И, вы знаете, если посмотреть на городскую афишу, посмотреть Самарскую государственную филармонию, прекрасный концерт, театр драмы, завтра была война, Василий Теркин, прекрасный спектакль театра Самарт, красное вино Победы в театре Самарской площади. Можно бесконечно перечислять, куда можно пригласить самарцев в эти дни. 7 мая в 16.00 на территории Литературного музея пройдет совершенно новое чудесное мероприятие, которое немножко имеет отголоски вальса Победы, но это мелодия, это риторика времен 40-х годов, и это именно танцы в танго Победы, которые танцевались и все традиции. Поэтому вот такой интересный календгосток событий, безусловно, украшает в эти праздничные дни наш родной город. Хочется поговорить именно о патриотической линии, которая ведется не только в эти дни, 3-4 дня в праздник, но и в целом. Потому что было у нас все-таки, положа руку на сердце, было время в стране, когда не особо интересовало нас ни патриотическое воспитание, ни молодежи, ни подрастающего поколения. Понятно, ветеранов всегда чествовали и так далее, но в целом работа не велась. Последние годы ведется работа колоссальная. Как мы это делаем, да, то есть помимо того, что в школах, помимо того, что волонтеры, да, молодежных много движений, которые помогают, что еще именно вот по линии патриотического воспитания не только совсем молодых людей, но и уже зрелых, которые были молодыми в 90-е, а сейчас являются зрелыми людьми, у которых, может быть, есть провал вот этот небольшой именно в патриотическом. Кстати, вот о волонтерах Победы вы упомянули, сейчас это уже общественная организация. В прошлом году это был такой момент самоорганизации, а сейчас это уже общественная организация, и работу они теперь уже продолжают, что называется, на постоянной основе. И вот хочу сказать, обе, наверное, мы можем подтвердить тот факт, что прийти в гости к человеку пожилому, не обязательно ветерану Великой Отечественной войны, это настолько стало естественным и понятным для большинства людей, а кому-то, кому-то действительно приходится что-то объяснять, давать пояснение, и не всегда людям бывает и понятно, кстати, парадоксально бывает, люди, может быть, среднего возраста, да, люди молодого возраста, зачем это надо, почему это надо, но воспитывать уважение к истории своей. Для этого и существует система воспитания, которая вот в школьном звене, даже в детских садах, казалось бы, что там эти малышки до 6 лет, понимаете, но это важная этапность, это нужная такая система грамотного отношения к нашей истории. Не Ивана же помнит, помнящие родства, понимаете как. Поэтому, ну, говорить о людях, о каком-то провале, я бы так сейчас уже не могла сказать. Мы можем по-разному относиться к этим событиям, по-разному относиться, но мне вот, честно говоря, даже не могу представить людей в своем окружении, хотя вот мне 45 лет, кто мог бы усомниться в значимости победы в годы Великой Отечественной войны. История сложная, неоднозначно оценивается. Через 100, может быть, и 200 лет, когда-то, может быть, по-иному мы посмотрим на эти события. Но сейчас вот для меня иного не дано, чем понимать и донести до каждого сидящего, работающего со мной, для каждого человека, с кем приходится видеть, что значимость победы этой оспорить невозможно. Вот на этом и держится наша страна, на ее великом духе, и то и по-иному никак быть не может. Я хочу поддержать Татьяну Викторовну и сказать, вот школьники ведут работу, ветеран живет рядом. И не только ко Дню Победы они ходят и помогают ветеранам и дома, и за покупками ходят. И они даже убираются вот во дворах, где живут ветераны, через советы ветеранов мы как бы находим таких вот людей. И ребята с ними знакомятся. А самое главное, что и после 9 мая эта работа продолжается. И ветеранам, может быть, иногда тяжело прийти на площадь Кубешева, поучаствовать в параде. Но в школу, которая рядом, они могут прийти, они встречаются с ребятами, они продолжают им рассказывать о своем, так скажем, героическом прошлом. Ребята показывают с удовольствием концерты. Причем это бывает не всегда в рамках школы. Школа это может проводить и на дворовых площадках, и на каких-то больших сценах проводят эти мероприятия. Так что с ветеранами имеют у нас школьники тесное отношение. И самое главное, что пожилые люди благодарны им за это, благодарны, что они не забыты, что о них помнят. Внимание. Здесь очень важный момент внимания. Потому что есть блокадники общественной организации, есть труженики тыла, люди, которые в годы Великой Отечественной войны находились в тылу, которые там заработали на заводах, выполняли ту или иную работу. Они разные. Для них важно внимание. И самое главное, что действительно их не забыли. Вот это вот крайне важно. Мы бережно вообще подходим к этой работе и максимально стараемся, чтобы не было каких-то перегибов. Вы знаете, нас порой иногда любят в одну и ту же дверь постараться постучаться раз в двадцать. Чтобы уже, да? Да, чтобы уже, знаете, наверняка. Поэтому, конечно, стараются коллеги, чтобы максимально эта работа была выверена с точки зрения, ну, аккуратного отношения к человеку пожилому. Спасибо вам огромное, что пришли. Ждем с нетерпением все события и праздничные такие мероприятия, которые мы сможем посетить. Все самарцы приглашаются на все городские такие события и праздники к 9 мая. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные, используйте с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова